Фанера немного выпирала, вот она сейчас как раз закреплена в единую плоскость. Ещё несколько недель назад из рампы торчали шурупы. Тогда сочинцы жаловались на небезопасную площадку. Также от времени на фанере образовались вмятины. Пока бюджетных средств хватило на замену лишь части покрытия. Тем не менее, основные проблемы площадки удалось решить. Сказать, что сейчас он полностью на 100% готов, конечно, мы не можем. Но уже то, что намечена такая хорошая тенденция, это, безусловно, отмечают и сами ребята, которые здесь катаются. Конечно, есть проблемы, ещё остались с некоторым покрытием. Но понятно, что за раз это всё сделать было невозможно, потому что выделенные средства хватали не на весь ремонт. В планах заменить оставшуюся часть фанеры, приварить трубы в основании рамп и облагородить близлежащую территорию. На ремонт фан-бокса из городской казны было выделено почти полмиллиона рублей. Помимо замены части покрытия, этой суммы хватило и на освещение. Из-за отсутствия фонарей раньше здесь катались лишь в светлое время суток. Освещение здесь тоже хорошее, хорошее покрытие. То есть раньше вылазили шурупы, об них спотыкались, мы падали. Катаемся мы примерно... Мы примерно катаемся где-то две недели. Ну, недолго. Именно здесь. Ещё ходили на стерео. Она вся поломанная, там можно убиться, если честно. А здесь нормально, покрытие хорошее, шурупы закручены, всё нормально. Фан-бокс возле виллы Вера также ждёт обновления. Проблем там больше, а значит понадобится и больше средств. На эти цели из городского бюджета уже выделено больше полутора миллионов рублей. Ремонт будет капитальный, поменяется полностью всё верхнее покрытие. Там установятся урны, то есть он обновится полностью и будет приятно и комфортно кататься всем. Ремонт начнут в ближайшие дни. Правда, на время работ площадку закроют для посетителей. А пока любителей экстремальных видов спорта ждут на Цветном бульваре и в других скейт-парках Сочи. По словам специалистов, фан-бокс возле виллы Вера обновят в течение месяца. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ.